Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разбираемся с вопросом, сколько держать сусла на мезге. Сначала вспомним, что у нас есть несколько различных технологий. Технология производства вина по белому, там где мы не бродим в вино на мезге. Вторая технология розовая, там могут быть определенные отклонения. И третья красная технология, основа которой это как раз-таки сбраживание сусла вместе с мезгой в течение определенного времени. И тут все зависит от того, что вы хотите получить в результате. Какое именно вино, какой именно продукт. Чем дольше мы выдерживаем сусла на мезге, тем больше оно набирает окраски, танинов, больше терпкости. Ну и соответственно, чем меньше выдерживаем, тем оно будет легче. И здесь существует несколько разных подходов. Например, кратковременная выдержка. Это порядка 3-4 дней с момента того, как сусла забродила. И вот эта вот кратковременная предназначается для получения мягких столовых вин. И, например, если мы говорим о промышленном производстве, то такие вина, они предназначаются для того, чтобы в продажу они поступили молодыми. То есть, если мы, например, хотим для себя мягкое вино, которое, скорее всего, мы быстренько употребим, значит, можно держать и 3-4 дня. Второй вариант – это горячий спуск. Сусла снимают с мезги, когда остаточный сахар где-то 0,3-0,5%. Уже как бы это вино в промышленности, оно предназначается для дальнейшей выдержки. Многие из этих вин становятся марочными. И третий вариант – это холодный спуск, когда сусла снимают с мезги через несколько дней после остановки спиртового брожения. Такие вина, они тоже будут очень экстрактивными, очень насыщенными. И, как правило, они тоже предназначаются для дальнейшей выдержки. И, кроме того, я думаю, что многие из вас знают о том, что существует еще кахетинская технология, когда даже полного выбраживания уже вино еще достаточно долго пребывает в контакте с этими самыми элементами мезги. С кожицей, с косточками и со всем остальным. И как же нам, домашним виноделам, разобраться с тем, сколько же нам держать наши вина, наши сусла на мезге? Повторюсь, первое зависит от того, что вы хотите получить в результате. То есть, если вы хотите мощно получить такие вяжущие, насыщенные вина, вы держите на мезге дольше. Если вы хотите получить тонкие, легкие вина, вы держите на мезге меньше. Конкретные сроки вы уже сами подбираете под себя. При этом нам нужно еще учитывать и показатели того сорта, который мы используем для виноделия. Так, например, есть сорта очень высокотонинные, очень такие терпкие и мощные. Если мы любим более легкие вина, более элегантные, мы такой сорт держим на мезге меньше. И наоборот, у нас сорт легкий, такой вот. А мы хотим что-то помощнее, значит, мы держим на мезге дольше. Вот это обязательно надо учитывать. Еще что мы учитываем? Есть, конечно, в домашнем виноделии это меньше используется, но тем не менее. Тут даже не совсем технология, а оборудование. Мы вроде как. У нас есть емкость, бочка, например, да, или ведро. И там открыта вот эта шапка, которую мы перемешиваем. Есть еще в промышленности такие чаны с погружной шапкой. То есть какая-то, например, там деревянная пластина, еще что-то. Сверху накладывается на шапку и путяжестью шапка погружается в жидкость. Не надо ничего перемешивать. Уже там непосредственно шапка омывается жидкостью и идет растворение всех вот этих веществ. Так вот, интенсивность экстрагирования веществ будет больше в первом случае, когда у нас шапка открыта и когда мы ее перемешиваем. Следовательно, нам надо повысить экстрактивность, мы мешаем чаще. По возможности. Если нам экстрактивность нужна как бы меньше, да, то если у нас открытая шапка, нам в любом случае надо перемешивать, потому что она подсыхает и там может плесень пойти. То есть мы перемешиваем, но не так часто. Либо придумываем некую технологию, которая нам поможет эту самую шапку погрузить. Дальше были проведены многочисленные исследования, которые смотрели, когда вот эти все вещества выделяются. То есть сначала идет рост выделения и красящих веществ, и танинов, и ароматических веществ в сусло. Затем оно достигает определенного пика и это значение начинает падать. Почему начинает падать? Танины, например, начинают выпадать в осадок. Красящие вещества тоже могут выпадать в осадок. То есть есть определенный пик. Так вот, этот самый пик приходится на 10-й день. Ну, плюс-минус. Поэтому мы можем приблизительно ориентироваться на эти цифры и держать порядка 10 дней. Еще какой момент, на который следует обратить внимание, будете ли вы делать вторичное вино. Я как-то рассказывала про то, что такое вторичное вино. Это когда мы нашу мезгу оставшуюся заливаем еще раз водой и сахаром и повторно сбраживаем. Есть такая технология, я как-то рассказывала, когда она применяется. Например, когда у нас недостаток алкогольных напитков. Ну, либо, может, мы уксус хотим потом сделать. Ну, мало ли чего, да. Мы делаем для себя. Поэтому мы можем делать то, что мы захотим, и так, как мы считаем нужным. Но все же, если мы хотим получить нормально вот это вторичное вино, ну, более-менее, да, не совсем какой-то разбавленный компот, то вот эти 10 дней мы должны разделить между первым и вторым вином. И вторую часть сделать чуть больше. А как разделить? Выбор ваш, но помним, у нас есть как бы пик 10, и воду выделяться будет немножко меньше. Поэтому первое подержали чуть меньше, второе подержали чуть больше. Еще один важный момент. Если вы делаете вино из столовых сортов винограда, особенно таких очень плотных мясистых, где много пектиновых соединений, либо вы делаете вино из винограда сорта Изабелла, в котором тоже достаточно много пектинов, пектины в процессе брожения дают метанол. Да, они дают его не в огромных количествах. Но здесь нет смысла держать на мезге долго. То есть в данном случае нет смысла долго держать на мезге, уж точно не больше 10 дней, я бы держала не более 5. Что касается меня, я ставлю по красной технологии и вина из белых сортов винограда, это будут так называемые оранжевые вина, там я держу порядка 5 дней, и красные, из красных сортов я тоже держу порядка 5 дней. Возможно, в этом году я поэкспериментирую и чего-то подержу дольше, если я увижу какой-то значимый эффект, я вам об этом расскажу. Но вот я держу приблизительно в таких пределах. Сколько держать вам, вы решаете сами, в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге, и какой материал вы используете. Ну а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Счем», будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!